привет друзья сегодня на обзоре мкаста мкаста мс0 145 такая вот у него такой артикул вот значит на мой взгляд это одна из самых удачных мкаст я вообще мкаста не люблю не люблю за хлипкости и из-за безумного кого-то дизайна вот но вот этот ножчик он вполне так удобен в руке лежит значит вот приобретен на ход ноги и наверное я сделал ошибку почему потому что ножичек выглядит хлипким вот вы берешь в руку и кажется что вот что-нибудь вот такой мощно сейчас вот нажать и он сломается ну а возможно это только ощущения но есть такие такие ощущения есть вот давайте пройдемся g10 на точку нас подводность кривовато здесь хорошо видно на кончике что есть то есть мне кажется что за ту цену которую мкаста просит за свои ножи мне могли бы из-за заточить получше вот клипсы глубокой посадки хорошая клипса вполне мягко садится на карман но она здорово очень и в общем то вот это на блестящие здоровые блестит все это очень все-таки привлекает внимание мне кажется что можно было бы ее сделать поменьше в руке комфортно вполне не мешает вот винтики все такие красивые ручка деревянная к сожалению не помню какое дерево черный град назовем его нож никуда не носился лежит в коробочке и собственно говоря ничего про него сказать не могу в плане использования такого но может я носил его на кармане там я не знаю два-три раза практически могу его только показать вот значит у нас немного не по центру лезвия но вот она явно его лайнер отодвигает может быть стоит подтянуть вот значит что еще нож удобен в руке такая тоненькая острая очень жало вот кажется для протыкания мне кажется он будет интересен такой джентльменский нож я бы сказал но мне кажется что можно найти вариант и получше джентльменского ножа кому что нравится вот решение с фиксацией мне такое нравится то есть банки практически не мешают они уходят как говорится максимально близко к рукоятке если бы здесь сделали еще фрезеровку и банки прятались бы туда в эту фрезеровку вот видите как правильно проходит прям рядом рядом с самым краем если бы туда еще вот эти вот шпенек прятался бы внутрь то есть сделать углубление и в это углубление вы прятались был бы еще лучше ну что есть то есть вот к тому же нож достаточно старый может быть тогда еще такого решения не было найдено клипса непредставляемая вот значит давайте я пройдусь по ттх так сравним его с крысой ножчик такой и и дисси значит с крысой сравним его вам весит 97 пардон давайте рабочую область практически такая же как у крысы так вот так практически такая же как у крысы ручка поменьше вот весь значит он 97 грамм механика отличная выбрасывается люфта никакого нет толщина лезвия у нас 3 миллиметра я намерил и сведения 05 у нас вот здесь и 08 на кончике что очень неплохо несмотря на кривую заточку кончик такой усиленный это хорошо 05 приятно тоже слегка вогнутой спуске режет он должен точнее резать очень неплохо а значит не резал честно говоря не помню просто вообще он лежит сейчас повторюсь в коробке но ради эксперимента порежем продукты по строгаем по строгаю я аккуратно потому что еще раз повторюсь ощущение надежности этот нож не дает вот какой-то такой совсем кажется вот прям сжать его в руке и помню и слагается но это возможно только ощущение ну ладно давайте порежем по строгаем посмотрим на что он способен